Термо. Лангре писал несколько раз. Эрмитажу принадлежит один из лучших вариантов. Комарго изображена исполняющей одной из ей уже изобретенных изящных па. В залах французской живописи XVIII века как будто сохранился аромат знаменитых салонов, воспетых дидро, где ревниво глядя друг на друга выставлялись буше и нотуар. Шарден поражает скромностью, а фрагонар игривостью. Самым талантливым художником короткого по времени и прихотливого стиля рококо был Франсуа Буше. Буше работал во всех жанрах. Он писал изящные пастерали, в которых элегантные пастухи пили вино из драгоценных кубков, слагали стихи и предавались радостям любви. Субтитры создавал DimaTorzok Оттенок сценичности присутствует во многих произведениях Буше. Его пейзаж в окрестностях Буше, как будто бы изображающий конкретную местность, кажется эскизом декораций. Все пространство картины как бы поделено на площадки, приготовленные для выхода различных действующих лиц. Красочная гамма, красивая, серебристо-голубоватая, оживленная отдельными яркими пятнами, очень декоративна. Документально известно, что с подобных картин Буше писались декорации. На картинах Шардена перед нами возникает иной мир, чуждый, причудливой изысканности рококо, мир труда, уютного дома, семейных забот, молитва перед обедом. Прачка. Сюжетами для своих картин Шарден брал домашние работы, о которых в то время считалось неприличным даже упомянуть. Стирка, мытье посуды, чистка овощей. Он находит в этом и чисто живописные моменты. Воздушность мыльной пены. Эффект, вызванный паром, затянувшим комнату. Глядя на натюрморты Шардена, Дидро восклицает. Вот вы снова великий волшебник с вашими немыми композициями. Как красноречиво они говорят художнику. В натюрморте с атрибутами искусства мастер тщательно отбирает предметы, характеризуя ими творческую натуру их владельца и отказываясь от традиционных аллегорических фигур. Фрагонар – художник юности и любви. Его работы полны искрящегося веселья. Он с чисто французской легкостью и непринужденностью изображает игру в карты, где проигрыш – поцелуй. Или как будто случайную встречу юноши и девушки. КОНЕЦ Развитие классицизма в собрании Эрмитажа ярче всего проявляется в работах скульпторов Фальконе и Гудона. Зима. Фальконе. В Россию Фальконе привез статую незавершенной. Вероятно, в морозном Петербурге нашел скульптор и ее детали. Нежный жест девушки, укрывающий цветы от снега. КОНЕЦ Сосунки на пьедестале, лопнувший от замерзшей в нем воды сосуд. Мастер камерных произведений Фальконе создал один из самых выразительных монументальных памятников мировой скульптуры – медного всадника Великого Петра. В нем внутренняя сила сочетается с классической ясностью формы. Голубу Петра Первого для памятника исполнила талантливая ученица Фальконе Мария Колло. Статуя Вольтера – работа Гудона. Статуя была заказана Екатериной Второй, когда Вольтер был уже в преклонном возрасте. Гудону следовало, сохранив сходство, создать образ философа, человека, не гаснущей энергии, острого и тонкого ума. Гудон скрыл старческое тело в складках античной тоги. На голову надел ленту – атрибут римского оратора. Глубоко и сложно просверлив зрачки, скульптор передал проницательный и чуть насмешливый взгляд. Статуя Вольтера – блестящий образец нового искусства, многие черты которого войдут в искусство французской революции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok